Всем привет, с вами Клеопатра. Клан 14 уровня «Лучшие люди» открывает до набора, начиная от 9-го туин-хола с адекватной прокачкой. Клан ориентирован на клановые войны и ЛВК. Ребята дружелюбные, общительные и то же самого ждут от новеньких игроков, которые придут в клан. Самое главное – это просто быть активным. Во всем остальном ребята помогут, подскажут, поделятся донатом, советами. В клане есть очень большое количество десятых и девятых туин-холлов, так что вам будет с кем пообщаться по вопросам прокачки, фарма, лик, расстановок и многое-многое другое, что нужно знать в Клэше. Кстати говоря, для более удобной коммуникации у ребят есть еще и своя беседа ВКонтакте, в которую вас, конечно же, добавят. Тег клана «Лучшие люди» находится в описании, обязательно вступайте, если вы еще не нашли свой постоянный дом и находитесь в поисках хорошего клана. До Нового года осталась всего лишь неделя, и в Clash of Clans уже начинают его отмечать. Поэтому сейчас в магазине доступны специальные особые акции, которые так и называются «Набор Клэша Рождества». Акции, как обычно, содержат ресурсы – золото, эликсир, темный эликсир, в некоторых есть гемы, еще в некоторых есть различные баночки, книжки, и также во многих акциях есть кольца стены. И, в общем-то, мы решили провести эксперименты, посмотреть, на что хватит вот этих всех акций, если их купить все. Поэтому в этом ролике мы скупили все наборы Clash of Clans и покажу вам, чем в итоге это закончится на примере прокачки 13-го Тонхола благодаря этим акциям. Ну и для начала давайте перейдем на нужный аккаунт, зайдем в магазин, чтобы вы убедились, что мы действительно купили все эти паки, потому что они доступны к покупке лишь один раз, и сейчас вкладка особой акции просто пропала. То есть в магазине остались те доступные вкладки, которые есть всегда на постоянной основе. Это здание, украшения, сокровища, щит и покупка за медальки Лиги. В общем-то, больше ничего нет, потому что, собственно, все скупили. На текущий момент все строители у нас заняты, но с учетом покупки спецпаков, где суммарно нам дали больше 24 тысяч гемов, я думаю, сейчас самый как раз вот тот нужный момент, когда имеет смысл потратить эти гемы именно на ускорение строителей. Возможно, стоило не всех, но раз гулять, так гулять, почему бы и нет. В общем-то, гемы всех строителей освобождаемых, потому что у нас огромное количество ресурсов, 61 миллион по золоту, 69 по эликсиру и 390 по темному эликсиру. Это еще без колец, которые нам также дали в этих паках. И как вы видите, забор на этом аккаунте еще не совсем докачан, даже на 12-м Тонхоле, поэтому, конечно же, преимущественно нужно исправлять прокачку именно по забору, поскольку он еще остался от 11-й ратуши, а здесь уже 13-й ТХ. И именно для этого нам с вами понадобится 200 колец, которые нам дали. Кстати говоря, сразу скажу, почему у некоторых игроков вы можете видеть, в том числе и на этом аккаунте, что количество колец больше, чем доступно. Это как раз и связано с покупкой паков. Если вы видите такую ситуацию, значит, однозначно человек покупал паки, и на момент покупки у него уже было нужное количество лошебных предметов этого типа сохранено на аккаунте. Но, тем не менее, с учетом того, что он приобрел какой-то пак, эти предметы все равно к нему падают, даже несмотря на то, что у него уже максимальное количество есть. Однако это не работает, если вы хотите взять, допустим, шестую панку тренировочного зелья у торговца, к примеру, либо же в клановых играх, потому что это вы берете бесплатно. А вот если вы ее приобретете именно в паке в магазине, тогда без проблем она к вам, естественно, волшебные предметы упадет. Ну вот и закончилась наша прокачка забора за кольца. Буквально за несколько секунд вы увидели, как преобразился аккаунт. Появилось очень много синего забора, и теперь осталось буквально всем немножко докачать белого, чтобы вся база уже была в заборе 12 уровня. Теперь можно поставить на прокачку Инферно одно и другое до 7 уровня, и сразу, наверное, у многих постоянных зрителей возникнет вопрос, почему я так делаю, ведь всегда на стримах, роликах говорю, что не нужно ставить однотипное строение дефа на ап. А все дело в том, что этот аккаунт находится в легенде. И, как вы знаете, здесь не нападают в обычном понимании этого смысла, из глобала не воруют ресурсы, и поэтому в этом случае абсолютно нет разницы, в какой последовательности и в каком количестве вы будете прокачивать строение. А что же касается 13-го Тонхола вообще в целом, то здесь наоборот лучше прокачивать сначала тяжелое строение, Орел, Гига Инферно, те самые Арбалеты, просто Инферно, потому что выше 13-го ТХ ничего нет. И в любом случае напротив вас может стать сильный соперник, поэтому чем сильнее вы сделаете свой деф, тем вам самим будет проще дефаться от этого соперника. И, возможно, ваша база не рухнет на 3 звезды, если даже он будет достаточно хорошо понимать, что он делает в плане самих атак. За оставшиеся ресурсы, за золото и эликсир можно прокачать заборы. И, кстати говоря, в этот момент я заметила очень веселый баг. Смотрите, если выделять большое количество забора и ставить его на прокачку за эликсир, за ресурсы, то написано ресурс и намбер, вместо того, чтобы написать, что давайте прокачаем ваш забор за эликсир в таком-то количестве. То есть, в общем-то, я так поняла, что у разработчиков здесь небольшой баг визуальный. Они прописали цифры только до максимальной емкости на трансном ТХ, то есть до 18 миллионов. А если вы выделяете забор на большую сумму, то у вас возникает вот такой вот баг. Прокачать выбранные стены за ресурс намбер. Но самое главное, что этот баг не влияет на саму игру, то есть он чисто визуальный, но, тем не менее, он такой и есть. Похоже, разработчики просто не думали, что кто-то будет покупать паки в таком количестве. Ну, хотя, в принципе, они должны были это предусмотреть, раз они и сами придумали эти паки. Но, тем не менее, за ресурсы мы сейчас докачиваем остатки забора. И можете просто взглянуть на то и после, посмотреть, как сильно у нас прокачался забор за эти ресурсы. И реально осталось буквально совсем немножечко докачать, чтобы он весь был синего цвета. Ну что ж, в конечном итоге у нас все ресурсы потрачены. Остался только дар, который, естественно, мы запускаем на королеву, потому что чемпионки на этом аккаунте уже 20 уровня. Ее прокачивать дальше пока что невозможно. А вот квина еще пока не фуловая. Поэтому, естественно, сливаем дар на квину и еще немножечко у нас даже останется. В дальнейшем тоже можно будет использовать на какого-то героя, если немножко подкопить. Ну и, конечно, по традиции используем зелье строителя, которое помогает ускорить прокачку всего, что сейчас есть на базе. Поскольку все пять строителей заняты и это поможет экономить на время. Ну что ж, ставьте лайк, если ролик вам понравился. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик и, конечно же, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok